Серебро привезла Юлия Рыженкова с очередного крупного марафона в Петербурге. Аскольчанка почти каждые выходные выезжает на соревнования. Тренироваться ездит в Губкин. У нас профессионального крытого манежа нет. Возможно, поэтому бегунов в Осколе сейчас так мало. О забеге по северной столице, первой травме и тренировках в нашем следующем сюжете. Пока тепло, почти каждые выходные старооскольские спортсмены выезжают на соревнования. В этот раз крупный турнир проходил в городе Неве. Это закрытие бегового сезона от команды Пушкин Ран. Довольно крупное соревнование. 5 тысяч, по-моему, 247 участников. Финишем в Сибур-арене, то есть крытым, под софитами. То есть ради этого стоило ехать. Это очень современный кластер. Сибур-арена, арена, зенит-арена, плюс лахта-центр, парк 300-летие. Это очень красивое место, где вот просто стоит походить, погулять. А тут, когда бежишь, любуешься. И марафон состоял из четырех кругов. Мы пробегали между всех этих достопримечательностей. Трасса Юле была знакома. Четыре года назад она сюда приезжала на полумарафон. Однако и спортсменов, и организаторов в этот раз ждал сюрприз. Обледенело все, кроме водосточной решетки. По ней чуть ли не гуськом несколько километров и бежали марафонцы. Был лед. Просто вот сплошной лед. Это было единственное место, где не скользило. До золота нашей Юле не хватило всего семи секунд. Когда я вышла на старт, я увидела девочку, которую знаю на Саратовской области. Я понимала, что борьба будет между нами двумя. Ну, помешало, наверное, то, что я рано расслабилась. Ну, до практически вот 42 километра мы пробежали плечом к плечу. И последние 200 метров разрешили вот всю ситуацию. То есть, когда она выскочила из-за спины, я проспала этот момент. Результат забега – 2 часа 48 минут и 15 секунд. Впереди еще несколько стартов. Юля признается, в этом году не набегалась. Из-за стресс-перелома на 3,5 месяца пришлось завязаться спортом. Для Юли это первая за 15 лет травма. Поэтому бегать планирует и в ноябре. С наступлением холодов у многих легкоатлетов тренировки из «Оскола» перемещаются к соседям. У нас скоростные работы, и мы делаем манежи города Губкин. Почему Губкин? Почему не «Оскол»? Ну, потому что «Оскол». В «Осколе» нет такого манежа, и поэтому приходится три раза в неделю ездить в Губкин. А вот этот фуг, который строят на Дубраве, вас как-то выручит? Нет, абсолютно никак. Поэтому, конечно, Губкин нас очень выручает. Отсутствие условий, конечно же, сказывается и на количестве желающих бегать. Если в целом в регионе все не так плохо, в «Осколе» молодых спринтеров, и тем более стаеров, практически нет. Белгород, наверное, и даже Губкин немножко впереди старого «Оскола». Потому что в старом «Осколе» если технические виды на уровне, то есть прыжки, метание, может быть, многоборье, то с беговыми видами, ну, совсем как бы печально. Ни девочек, ни мальчиков, которые бегают, ну, наверное, средней дистанции, это полторы тысячи, там даже три тысячи, их нет. То есть на чемпионате области, который даже прошел у нас сейчас в конце сентября, беговых видов абсолютно не было. Это сложный вид, где нужно, если так сказать, пахать и зимой, и летом. То легкая атлетика в отсутствии манежа в Старом «Осколе», конечно, это большой минус, не перспективно. Так что пока медали в город идут только за счет опытных спортсменов. Следующие старты у Юли уже в ближайшие выходные в Железноводске. Спортсменам предстоит пробежать 25 километров по горам. Лариса Ульяненко, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.